Без работы и без зарплаты. Бывшие работники предприятия Красноярск Автодорстрой накануне вышли на митинг. Люди утверждают, что им задолжали более 30 миллионов рублей. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Верните наши деньги! Вернуть немного не мало 30 миллионов рублей, просят бывшие работники компании Красноярск Автодорстрой. Когда-то преуспевающее предприятие с 2010 года объявлено банкротом. Проблемы с выплатой зарплаты начались, когда у компании сменился собственник. Все я рассчитаюсь, коллективом рассчитаюсь, и так эти слова остались словами. Люди утверждают, что долги по заработной плате растут с каждым месяцем. При этом каждый раз руководство обещает выплатить полную сумму. Выйти митинговать люди хотели еще во время экономического форума, но работников попросили подождать выплат еще неделю. Управляющий же распродает все имущество. Он что, продавал машины, механизмы и так далее. Все эти, что находилось в предприятии. Если наше предприятие, территория вместе с зданиями стоила 20 миллионов с лишним, он продал за 4 миллиона, представляете, вот. И машины, камазы различные были. Большинство людей работали на предприятии не один десяток лет. Многие трудились там семьями и сейчас остались без средств к существованию. На руках у каждого судебное решение. В них указаны сотни тысяч рублей долга со стороны предприятия. Нету в Красноярске и крае такой дороги или такого двора, где бы Красавтодорстрой не асфальтировал, не было устраивал. На данный момент нам должны по заработной плате около 30 миллионов. Деньги есть на счетах арестованные, нами же заработанные на дороге Вознесенка, но мы их так не можем никак получить. В конце митинга все собравшиеся поставили свои подписи на письме к губернатору. Люди, правда, говорят, надежды почти не осталось. Обманутые работники хотят, чтобы допустившие такую ситуацию понесли наказание. Сергей Мурзин, Захар Письменных, Дмитрий Бородай, 7 канал, Новости 24.